Ликвидация голода и бедности, изменение климата и доступность образования. Основные темы 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сегодня открылась в Нью-Йорке. Программы насыщенные начнут с вопросов обеспечения мира и безопасности. Пройдут несколько саммитов, в том числе и по климату. Его цель – согласовать позиции стран по Парижскому соглашению. Оно предусматривает снижение выбросов в атмосферу. Генеральная Ассамблея – один из главных органов ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждый из которых имеет один голос. Решение по важным темам, таким как мир и безопасность, или прием новых членов, требует двух-третьих голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством. Очередное заседание контактной группы по ситуации в Украине пройдет сегодня в Минске. Ожидается, что основными темами переговоров станут безопасность и освобождение удерживаемых сторонами лиц. Предварительно на заседании могут согласовать сроки разведения сил на Донбассе, а также утвердить формулу Штайнмайера, которая поспособствует проведению встречи в нормандском формате уже в октябре. Напомню, Минской контактной группой принято уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Предыдущее заседание состоялось 4 сентября. ЧП в одном из самых туристических городов страны. В результате крушения лодки Венеции погибли три человека. Среди них двое британцев, а также сам владелец моторной лодки. По предварительным данным, катер врезался в плотину Сан-Николето, когда пытался установить новый рекорд скорости. Его максимум 130 км в час. Огромный смерч гулял в окрестностях города Бэйхай на юго-западе Китая. Редкое природное явление можно было наблюдать около 10 минут. Эти кадры сняты на известном серебряном пляже. Огромная труба из воды, пыли, камней и мусора даже визуально соединила море и землю. Такой эффект вызвал торнадо, который собрал в себя столб воды и тумана. Водяной дракон, так это называют склонные к метафорам китайцы, скорость движения может составлять до 50 км в час. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Более 30 предпринимателей из Словакии приехали на Белорусско-Словацкий экономический форум в Минск. Сегодня стоит задача нарастить объемы товарооборота между странами. Пока он составляет чуть более 200 миллионов долларов. Ставка на создание совместных предприятий. Есть потенциал в сельском хозяйстве, на котором мы сейчас кладем акцент, как государство внутреннего размера нашей страны. И у вас огромный опыт в этой области. И также мы хорошо знаем, что Белорусско тоже известен своими IT-специалистами. Поэтому я также там вижу потенциал. Перспективные сферы также машиностроение, пищевая, химическая промышленность, энергетика и деревообработка. В национальном аэропорту заработала система, которая позволяет сдавать багаж самостоятельно. Услуга позволяет максимально сократить время регистрации на рейс. 10 небольших киосков возле стоек. Чтобы воспользоваться сервисом, надо иметь посадочный талон в электронном или бумажном виде. С его помощью можно зарегистрировать багаж. Бирку, которую обычно наклеивают на него сотрудники аэропорта, выдаст автомат. Конечно, есть возможность выбора. Либо стоять в очереди, либо подойти практически без очереди и сдать багаж. И многие выбирают подобный способ. Ну, опыт, международный опыт и небольшой наш опыт показывает человеку, который один раз сдал багаж самостоятельно. Второй раз он пойдет его сдать опять самостоятельно. Пока новую систему тестируют, она доступна лишь тем пассажирам, кто летит прямыми рейсами Белавия. Но руководство аэропорта обещает, что максимум с 1 октября все заработают в штатном режиме. Что еще упростит нашу жизнь в будущем, профессионалы IT и электронных технологий обсуждают в Минске на представительной конференции. Форум Евродисплей проводит Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. На одной площадке собрались ведущие ученые, разработчики и производители средств отображения информации 150 стран. Они работают с технологиями, которые применяются в телевизорах, дисплеях, телефонах, различных терминалах и рекламе. До этого форум принимали Рим, Лондон и Берлин. Это очень большой сегмент мирового рынка, потому что устройства отображения информации используются не только в телевидении, но и в системах мобильной связи, в системах специальной связи, бортовое оборудование, ну и новое направление, которое все более и более приобретает актуальность. Это направление, связанное с виртуальной реальностью, с дополненной реальностью, где, в общем-то, для людей создаются уникальные, наверное, технические устройства, которые позволяют им успешно оперировать с большими объемами информации в настоящее время. Форум продлится до конца недели и будет включать в себя различные секции, в том числе и для студентов. Дела архивные, меморандума о взаимопонимании подписали сегодня в Минске делегации Беларуси и ОМАНа. В документе программа сотрудничества между архивными ведомствами двух стран стороны заинтересованы прежде всего в обмене опытом использования передового оборудования и инновационных подходов. А в этом вопросе друг у друга им есть чем поделиться. Во-первых, это формирование Национального архивного фонда. Все документы сдаются в Национальный архив ОМАНа. Построен уникальный цех по утилизации документов, которые временно ухраняют, которые уже не нужны для хранения. Во-вторых, очень интересный опыт по обеспечению сохранности документов. Мы надеемся на двусторонние встречи и обмен делегациями. Мы будем делать все возможное, чтобы проводить обучение наших специалистов и ученых, изучать белорусский опыт и применять его у нас. Сегодня в нашей стране работают почти 160 архивов. В них хранится около 13 миллионов документов. Задача нового времени – перейти полностью на электронный документооборот. Это утро начали бодро. И так продолжают. Радиостанция «Центр-ФМ» отмечает свой день рождения. Один год в эфире. Жизнь на «Центр-ФМ» всегда бьет ключом, а ведущая часто импровизирует, порой даже весьма экстравагантно. Но именно это и притягивает слушателей. Пока в эфире хорошая музыка, в крохотной студии – комплименты, звон бокалов. Поздравить коллег пришли опытные радищики и телевизионщики. Та команда, которая на сегодняшний день собралась на «Центр-ФМ», то, что я вижу вот сейчас, достаточно было одного часа проведенного в эфире вместе с ними. Веселые, жизнерадостные молодые ребята, полные энергии, желания творить, созидать. И дай бог им здоровья и многих лет. Свой день рождения молодая, но уже популярная радиостанция «Центр-ФМ» приготовила много сюрпризов. Диджеи проведут конкурсы и лично вручат подарки победителям, счастливчикам. В гости к «Центр-ФМ» заглянут и звезды шоу-бизнеса. Праздничный радиоэфир сегодня можно не только услышать, но и увидеть. Ведущие ведут прямую видеотрансляцию в интернете.